Здравствуйте! Вы смотрите программу «Цвет власти» в студии Александра Ритунская. Коммунисты первыми раскрыли карты и назвали имена людей, которые, возможно, войдут в партийные списки на выборах как в областную, так и в Государственную Думу. В отличие от «Единой России», КПРФ сохранила верность традициям. Никаких иностранных праймерисов предварительного тайного голосования. Кандидатов выдвигают, как и прежде, на собраниях в первичках. Впрочем, это не окончательные списки. Выдвижение продолжится. Мнение по кандидатурам должна еще высказать кадровая комиссия местного отделения КПРФ. О ходе подготовки к предстоящей кампании мы, пользуясь случаем, поговорили с двумя депутатами Госдумы от КПРФ – Кашиным и Коломитцевым, которые приезжали в Мурманск на отчетную конференцию, а также отставные мэром города Апатиты Михаилом Антроповым, на которого делают серьезную ставку коммунисты на предстоящих выборах. КПРФ, в принципе, мы формируем, как правило, снизу списки. Есть, конечно, у нас и федеральный список, потому что мы обязаны иметь различное социальное представительство и профессиональное. То есть человек должен понимать и соответствовать примерно уровню министра. Итак, по мнению товарищей, соответствует уровню министров следующие коммунисты. В принципе, никаких новых имен. Для участия в выборах в Государственную Думу предлагают отставного мэра города Апатиты Михаила Антропова. Также звучат фамилии Калайда Степахно Павла Саженова, что неудивительно. В список может попасть глава УМБы 36-летний Юрий Ваталин, а также Олег Рябцев. Он, помнится, неудачно баллотировался в 2009 году на пост главы Оленигорска. Есть в предварительном списке и первый секретарь Мурманского горкома, депутат Гурсовета Ольга Панина. И уже практически наверняка список возглавит депутат Государственной Думы, москвич Борис Кашин. Кстати, на последних выборах в Госдуму он также шел первым номером партийного списка от Карелии, Мурманской и Вологодской областей. Борису Кашину 60 лет. Он доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук. Кашин интересен тем, что выступает последовательным критиком политики руководства КПРФ по вопросам внутрипартийной дисциплины. Еще в 2009 году, за год до того, как президент Медведев объявил, что забронзовела Единая Россия, Кашин писал в своей статье, что забронзовела руководство Коммунистической партии. И все это может привести к быстрой деградации. Конечно, это соответствует планам Кремлевской администрации создать послушную и управляемую оппозицию. Это, как выясняется, не пугает и часть партийной номенклатуры, для которой приоритетом является дальнейшее пребывание наверху. В свое время коммунисты молча наблюдали, как Брежнев превращался в их глазах в немощного старика. Потом слишком долго слушали Горбачева. Сейчас другие времена, и у нас есть шанс стать действительно массовой партией. Партией, способной взять на себя ответственность за страну. Но пока это только шанс. Впрочем, в интервью нашему каналу Борис Сергеевич предпочел обойти эту щекотливую тему и начал агитировать за КПРФ. Вы знаете, я когда приехал вчера в аэропорт, взял газету, вашу курьер, как она называется, весь курьер. Первая страница – это грязь, посвященная мурманскому отделению КПРФ. Просто я вспомнил самые худшие образцы начала 90-х годов, и газету «Не дай бог», которая оклеветала на Зюганова, тогда еще молодого кандидата в президенты. О чем это говорит? Это говорит о том, что боятся мурманских коммунистов. Напомню, что поводом для критической статьи стали события 9 мая, когда во время митинга у памятника Алеши коммунисты, называется имя Олега Рябцева, раздавали свистки своим товарищам по партии, чтобы обсвистать главу муниципального образования Алексея Веллера, нарушив своеобразное политическое примирение в честь Дня Победы. Оправдывать это политическое шоу я не намерена, но причину, думаю, надо искать в отстранении Мэра Субботина. Коммунисты не скрывают, что своей предвыборной кампании многие будут опираться на тезис о необходимости возвращения прямых выборов в городах и районах. К сожалению, вместо того, чтобы поддерживать тех, кто может работать, стараются избавиться от оппозиции. Вы знаете, что у вас здесь, в Мурманской области, очень, я бы сказал, так скажем... Вы про операцию Ася говорите, да? Когда зачищали мэров. Да, я этой темой тоже в Думе об этом говорил. И, в общем-то, ну, рациональное объяснение, почему надо было менять Антропова, одного из лучших мэров области, а может быть даже и шире, если смотреть, и по надуманному предлогу, где, в общем-то, суд долго разбирался, никакой коррупции, ничего нет, и, значит, вообще совершенно, грубо говоря, идиотская причина отстранения должности работоспособного человека в тот момент, когда кадров в области нет. Хотя мне предъявлялось 4 из таких обвинения, суммарным сроком там до 9 лет, но окончилось все тем, что меня привлекли к ответственности и освободили от наказания. То есть я не судим, но, однако, это стало основанием в соответствии с процессуальным кодексом, уголовным кодексом, точнее, основанием для отставки. То есть это, конечно, надуманно, и сейчас я оспариваю эти все дела. Судебные тяжбы перенесены на федеральный уровень. На июнь назначено первое заседание в Верховном суде. А сам Андропов выступает во главе инициативной группы по проведению повторного референдума в городе. В настоящее время я нигде не работаю, готовимся к выборам. И в чем меня обвиняли, когда я работал главой муниципального образования в течение 7 лет, что я занимался политикой. Вот как раз я сейчас и займусь политикой, а тогда я занимался чистохозяйством. И моя главная политическая задача – это трансформировать мой рейтинг красного мэра города Апатиты, который достиг в 2009 году по социологическим опросам правительства Мурманской области 73%. Я думаю, это рейтинг выше, чем сегодня у президента и у нашего губернатора. Трансформировать этот рейтинг в поддержку нашей партии на выборах в декабре этого года. Что касается Михаила Антропова, который сложил полномочия главы города Апатиты 1 апреля нынешнего года, то он рекомендован коммунистами как на выборы в Госдуму, так и на выборы в региональный парламент, которые, судя по всему, будут совмещены. Кроме Антропова, в предварительных списках в областную думу уже знакомые нам фамилии – Саженова, Степахно, Калайды, Панина, Рябцева, Ваталина. Также коммунисты решили сделать ставку на Заводчикова, который проиграл до выбора в региональный парламент Вячеславу Рукше и скандально известного Валерия Яранцева. Примечательно, что когда он баллотировался в областную думу по двухмандатному округу в 2007 году, в Первомайском суде Мурманская еще не завершился процесс по уголовному делу в его адрес, как капитана электрона. Ну а теперь расследуется уголовное дело уже в отношении Яранцева, как главы Териберки. Просто ирония судьбы. В данной ситуации наличие известных личностей, оно выгоднее партии. Учитывая, что у нас нет таких ресурсов, как у «Единой и справедливой», поэтому известный человек, он уже сам по себе привлекает в партии. Но у нас сегодня тактика, рядом с каждым седым два молодых должно быть. Вы если посмотрите, то у нас достаточно много молодых лиц, которые, я убежден, в ближайшее время будут подпирать, и мы будем выдвигать во все уровни. Потому что мы считаем, что должен пройти муниципальный уровень, областной и Государственная дума потом. Точно так же, как и в администрации. Вы же видите, вот у вас капитан Яранцев, да, известный всей стране и в мире, известный человек, да, который, ну, с нашей точки зрения, совершил геройский подвиг, уже избравшись главой. Напомню, что официальное выдвижение кандидатов, как утверждение предвыборной программы, коммунисты обещают нам в сентябре 2011 года. Думаю, что сюрпризов не будет. Как и не верится, что в своей предвыборной борьбе смогут каким-то образом объединить усилия партий, которые причисляют себя к оппозиции. Но, по крайней мере, Союз КПРФ и Справедливая Россия, судя по высказываниям гостей коммунистической партконференции, невозможен. Уже сегодня вчерашние союзники нещадно топят и критикуют друг друга. Справедливая Россия – это был очередной проект администрации президента, который, в принципе, заменил родину, так называемую. Да вы помните, что Рогозин и Глазев начали сами иметь претензии президентские. Партия жизни Миронова имела 0,3% поддержки на предыдущих выборах. Но когда администрация слила, уже ежа. А если вы посмотрите фракцию «Справедливую Россию» в Думе, то там они объявляют себя социалистами, да? Я вам могу пофамильно назвать. Лекарева, СПС. Ну, СПС же не заподозришь в социальных идеях, да? Мизулина, СПС. Дмитриева, Грачев, Емельянов, Яблоко. Дропеков, какой партии только не была. Она и у нас была, она, правда, беспартийная была в нашей фракции. Потом была у Семигина, в патриотах России. Теперь она в «Справедливой». Если посмотрите, этот самый Гудков, полковник ФСБ. Избирался как независимый, потом был в единой России, как и Емельянов, кстати. Теперь он потом был в нардепе, председателем партии. Помните, была такая народная партия. Теперь он справедливый. Ну, я могу перечислить вам массу других людей. То есть это собранные, в принципе, ради кресла и получившие мандат на избрание. Я думаю, что вы знаете, что есть соглашение официальное между «Справедливой» и «Единой» в стратегическом партнерстве. И вы помните, вам рассказывали про ноги, которые есть у власти. То есть одна большая нога, вторая маленькая ножка, которая призвана была заменить КПРФ. Ну, учитывая, что у нее не получается, учитывая, что туда канализируются коммерсанты, которые не попали в списки «Единой», да, и известные, не нашедшие применения, опять же, в «Единой» политике, то они, естественно, на последних выборах начали забирать голоса не у КПРФ, а у «Единой России». Поэтому ребрендинг с отставкой и появлением партии Прохорова, да, которой куршевельский страдалец у нас есть. Еще до начала предвыборной кампании коммунисты списывают свои возможные неудачи на несовершенстве избирательной системы и фальсификацию итогов голосования. Ну вот, например, Николай Коломийцев, депутат Госдумы 2-го, 3-го и 5-го созывов, он, кстати, первый секретарь ростовского обкома КПРФ, по сути, наш Геннадий Степахно, в декабре 2003 года проиграл в своем округе 3000 голосов жене мэра Ростова-на-Дону и даже пытался отменить итоги выборов, но безрезультатно. У нас формирование комиссии, оно, в принципе, неправильно. Почему? Потому что, ну, как правило, на Западе, в странах с так называемой устоявшейся демократией, у них комиссия или на паритете формируется, или она вообще независима от партии. То есть она должна организовать выборы по закону. У нас же что получается? У нас, наверное, в Мурманской области, как и во многих городах и весях России, вы вряд ли найдете комиссию, в которой председатель не единорос. А я вас спрашиваю, в такой ситуации он будет обеспечивать приоритет своей партии или будет обеспечивать выполнение по закону, да? Это первое. Второе. К сожалению, у нас нарушение даже действующего законодательства, или в частности, закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, у нас колоссальное использование незаконного административного ресурса, так называемого. В чем он заключается? Вы знаете, что у нас сегодня 40 миллионов пенсионеров в стране, да? Это фактически от 107 миллионов почти 40 процентов, да? И в данной ситуации использование социальных пенсионных служб, как это было в шахтах, в первом, а там они незаконно провели опрос, кто за кого. И те, кто собирался голосовать за КПРФ, несколько тысяч паспортов изъяли якобы для подготовки документов, по повышению пенсии, социальных пособий, и человек в результате приходил на выборы, и ему не дали возможности проголосовать не потому, что он не хотел, а потому, что у него просто не было паспорта. Мы сделали ряд предложений, совершенно понятных и во всем мире принятых. Ну, я начну, например, хотя бы с того, что избиратели должны иметь возможность после выборов посмотреть книгу со своих избирателей и отметку о том, участвовали ли они в голосовании или нет. Потому что вот в Москве проявилась такая, так скажем, особенность, что в Большом доме обошли квартиры активисты, жители говорят, что они не голосовали, а явка превысила 70 процентов. Очень просто. Надо дать возможность человеку посмотреть, что написано в книге против его фамилии, есть ли его подпись или это фальсификация. Я сам видел, как в Москве занимались руководители избирательных комиссий приписыванием, так скажем, мнимых голосовавших. Поэтому здесь вопрос политической воли, к сожалению, мы долго терпим. Долго терпим прямое издевательство над нашими конституционными правами. И вот любопытный прогноз результатов выборов в Государственную Думу 6-го созыва от КПРФ совместно с Центром исследования политической культуры. Сами коммунисты рассчитывают на выборах в парламент набрать 23 процентов голосов и взять более 100 мандатов, тогда как сейчас у них всего 57. Поживем-увидим. Аналогичных прогнозов по выборам в Мурманскую областную думу нет. Напомню, что в нынешнем составе регионального ЗАГС собрания всего три коммунисты, меньше фракции только у ЛДПР. И думаю, все думцы-коммунисты не прочь переизбраться еще на один срок, что намного проще сделать по партийным спискам. Так что потолкаться локтями придется, ведь в прошлый раз Михаил Антропов, переизбравшись мэром, по сути уступил свое место Василию Каладе, который шел под номером 4. Ну а в прошлом спикер областной думы Павел Саженов проиграл выборы в своем родном округе с женщиной, членом «Единой России» Татьяне Цымбалюк. Это была программа «Цвет власти». Смотрите нас по понедельникам на канале Арктик ТВ. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин